Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 46 главу. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, принес жертвы Богу, отца своего Исаака, и сказал Бог Израилю в видении ночном, Иаков, Иаков. Он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там я произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои». Израиль — это имя также Иакова, и мы знаем, что в древности человек мог носить несколько имен, которые имели какое-то значение. Они просто его отличали от других людей, они что-то обозначали. Вот Израиль — это боровшийся с Богом, и это имя собственное, конкретного человека, но это также имя, которое переходит на весь народ. То есть Израиль — это Израиль и его потомки. И он обращается к Богу, приносит ему жертву, и Бог ободряет его идти в Египет. «Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно». И вот это «выведу тебя обратно» — оно относится не лично к Иакову. Иаков будет уже давно мертв к тому времени. Это относится к его потомку. То есть жизнь Израиля, жизнь такой ключевой личности в истории спасения, как Иаков, она продолжается в Израиле, она продолжается во всем народе. И народ является наследником тех обетований, которые даны Аврааму, Исааку и Иакову. «Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его. И взяли они скот свое, имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет». То есть в Египет прибыла такая Израиль, как расширенная семья. То есть это были его потомки, его родственники, то есть это был такой большой клан. Вот как-то я видел фотографию, где такое несколько уровней здания, на самом верхнем уровне стоит пожилая супружеская пара, потом стоят еще мужчины и женщины, это их дети, и их супруги. И ниже стоит вообще какая-то толпа народа, это их теперь потомки, их внуки, и дальше правнуки. И вот в Египет приходят потомки Иакова, приходит Иаков как такой патриарх, глава семейства, приходят потомки Иакова, но не только люди, которые с ним связаны кровно, но также слуги и рабы, люди, которые в разное время присоединились к дому Иакова и стали поклоняться Богу Иакова. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. Иаков и сыновья его. Первенец Иакова Рувим, сыны Рувима, Ханох и Фаул, Хецрон и Харми. Сыны Симеона, Емуил и Ямин, и Агат, и Ахин, и Цахар, и Саул, сын Хананьянки. Сыны Левия, Герсон, Кааф и Мирари. Сыны Иуды, Ир, Иоанан, Шелла и Фарис и Зара. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фариса были, Есром и Хаму, сыны из Сахара, Фова и Фува, Иов и Шемрон. Сыны Завулона, Серет и Елон и Яхлиил. Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его тридцать три. Сыны Гада, Цифион и Хагги, Шуни и Эцбон, Эри и Аради и Арели. Сыны Асира, Имна и Иешва, и Иешви, и Брия, и Сирах, сестра их. Сыны Брии, Хевер и Мохиил. Это сыны Зелфа, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Иакову шестнадцать душ. Сыны Рахили, жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Моносея и Ефрем, которых родила ему Осенефа, дочь Потифера, жреца Элеопольского. Сыны Вениамина, Белый, Бехер и Ашбел. Сыны Белы были Гера и Намаан, Эхи и Рош, Мупим и Хупим и Арт. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова. Всего четырнадцать душ. Сын Дана, Хушим. Сыны Неффалима, Яхцеилы Гуни и Ецер и Шеллем. Это сыны Ваулы, которую дал Лаван дочери своей Рахили. Она родила их Иакову всего семь душ. Всех душ, пришедших с Иаковым в Египет, которые произошли из чрезвы его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего шестьдесят шесть душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших с Иаковым в Египет, семьдесят пять. И вот эти семьдесят пять душ, все эти потомки Иакова, все эти наследники, они здесь перечислены по именам, все эти сыны, потому что для библейского автора важно подчеркнуть преемство. Важно подчеркнуть, кто от кого происходит, важно подчеркнуть, что существует непрерывная преемственность этого обетования от Авраама, которая передается дальше его потомкам. И Израиль — это человек, от которого происходит народ, народ, в котором живет это Божье обетование, народ, который находится в завете с Богом. И через все события его истории он находится в этом завете. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесим. И пришел в землю Гесим. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесим, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шею его. И сказал Израиле Иосифу, умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. И сказал Иосифу, братьям своим и дома отца своего, пойду извещу фараона и скажу ему, братья мои и дома отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, мелкий и крупный скот свой, все, что у них привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесим. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. То есть Израиль должен поселиться в земле Гесим, то есть в таком отдельном, на отдельной такой области, которая несколько отдельно они живут от египтян, и между ними и египтянами сохраняется определенная дистанция. Почему? Потому что они должны смешаться, они должны ассимилироваться. Израиль постоянно оказывается перед перспективой ассимиляции, он постоянно живет среди других народов, и обычный процесс, который происходит в любой, в общем-то, ситуации с любыми народами, происходит обычная ассимиляция. Когда люди прибывают в какую-то другую страну, они, естественно, перенимают язык и обычаи жителей этой земли, и они растворяются, они ассимилируются, их больше нет. Их никто не истреблял, никто не резал, но они просто растворились через несколько поколений, их уже нет. И вот Бог так устраивает, что израильтяне живут в земле кесим, то есть несколько отдельно, и их отделяет от египтян также и обычаи, также и род занятий. Израильтяне, как мы здесь видим, это скотоводы. И египтяне смотрят на скотоводов косо. И вот поэтому они живут несколько раздельно, они не смешиваются. Мы с вами прочитали 46-ю главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok